История мира Варкрафт. Глава 3. Пылающий Легион. С тех пор, как Саргерас покинул Пантеон, безумие его крепло. Гордое и статное тело Ванира исказилось от скверны, которая отравила его когда-то благородное сердце. Его глаза обратились в огонь, его бронзовая кожа раскололась, само его нутро горело ненавистью. В тот момент падший чемпион Пантеона считал, что демоны изначально не были извращены, и ответственность за их искажения полностью лежит на тех порядках вселенной, что были установлены титанами. Саргерас решил обратить работу своих братьев в ничто. Для этого ему нужна была армия, которая низвергла бы вселенную в пламя. Первыми легионерами в его темной армии стали те, от кого он прежде избавлял миры, заключая в закоулках искривленного пространства. Он вернулся к темницам и высвободил запечатанное там зло. Освобожденные демоны склонились перед яростью павшего титана. Одним из первых миров, куда вторглись полчища тварей, был Аргус, планета с величественными горными пиками Кааринас и множеством городов с одаренными магами. Столицей был священный город Мак-Ари. Согласно легендам, город испещряли сияющие каналы, а улицы его были усланы драгоценностями. Это был родной мир Эридаров, великих магов. Захватчик по достоинству оценил их силу и предложил присоединиться к своему войску, обещав им бессмертие, огромную силу и власть. Триумвират Аргуса с восхищением принял слова титана. Двое из них, Архимонд и Килджедан, сразу присягнули на верность, и лишь велено охватило сомнение. Он увидел будущее Эридаров. То, каких тела искажаются, а ярость губит разум. Велен пытался предупредить об этом своих братьев, но те уже были опьянены мечтами о власти. В отчаянии он попросил помощи у небес, и ему ответило существо по имени Каур, один из таинственных Наару, воплощений света. Велен согласился присягнуть на верность их идеалам, и собрав горстку единомышленников, которые позже стали называть себя Дринеи, едва успел бежать от сил Килджедана, который уже стал Монари. Все демоны, включая Эридаров, когда-то были простыми смертными, но они были обращены через порчу, вызванную энергией Скверны. Эридары, поглощенные этой энергией, верно служили Саргерасу советниками и офицерами. Это изменение заключалось и во владении тайной магией. Чернокнижники Эридаров считались одними из самых сильных заклинателей вселенной. Превосходство в обществе Эридаров зависело полностью от магической силы. Искуснейшие руководили остальными. Такая иерархия сохранилась и после преображения расы. Те, чья сила в магии не доходила до должного уровня, становились рядовыми солдатами или вообще слугами. Обманщик Килджедан был избран Саргерасом для поисков других рас, склонных к Скверне, для приема вреды Темной Армии. Он подчинил себе натрезимов, сделав их личными агентами. Ведь лорды Ужаса находили истинное удовольствие вестязании и порабощении примитивных рас. Первым среди повелителей Ужаса был Те Кондрус Темнейший. Он служил Килджедану как совершенный солдат и нес пламя Саргераса по всей вселенной. Архимонт Осквернитель, избранный вести несметное полчища в сражении против тех, кто осмелится сопротивляться воле Титана. Правой рукой его стал Монорох Разрушитель, жестокий повелитель лордов преисподней, ставших железным кулаком армии Саргераса, имя которой Пылающий Легион. Генералы Эридары объявили свой язык Эридан общим языком всего Пылающего Легиона, и несчетные твари приняли его как родной. Наследуя голод Саргераса, Эридары сожрали свой собственный мир, иссушив и лишив его магической энергии. Титан выпустил яростные силы своей армии в безграничность Великой Тьмы. До сих пор неизвестно, сколько миров они уничтожили за время своего Пылающего Крестового Похода. Но не только Падший Титан и его войско грозили уничтожением Вселенной. Пантеон сражался с хаосом и в пределах самих миров. Об этом мы расскажем в следующем выпуске. Видео создано командой xDelete. Ставьте пальцы вверх и заходите на наш сайт, а также подписывайтесь на наш канал и паблик ВКонтакте.